Канобу.ру представляет Здравствуйте, друзья! Честно говоря, мы даже немного рады, что майские праздники подошли к концу. Наконец-то можно полностью отдаться работе, не отвлекаясь на эти вынужденные выходные. Хух, так начальство вроде не смотрит. Давайте хоть на новости отвлечемся, а то накопилось за это время, знаете ли. Авторы сериала Assassin's Creed долго кормили и манили нас непонятными картинками и символами. А зачем? Чтобы в итоге за раз выложить всю подноготную будущего проекта? Выяснилось, что Revelations заключительная глава в похождениях бравого итальянца Ezio Auditore. Твердая рука сценариста направит нас в Константинополь, а по пути мы встретим старых знакомых Альтаира и Дезмонда. Отправление со всех платформ назначено на ноябрь этого года. Приятно, когда разработчики не идут на поводу у владельцев консолей. В отличие от Crysis 2 и Skyrim'а, ПК-версия нового Deus Ex будет поддерживать технологию DirectX 11. И чтобы игроки сполна насладились красотой техногенного будущего, нам обещают стереоскопический режим. А для пущего погружения в атмосферу изображение растянется аж на 5 мониторов. Конечно, если они у вас есть. Ну и ребята из Rocksteady Studios тоже понимают, что нельзя топтаться на месте. Коль сделали район Архем таким обширным, надо подумать об удобной навигации. И речь не о приевшихся мини-картах с точечками и крестиками. Чтобы узнать, где помощь Бэтмена нужнее всего, достаточно взглянуть в ночное небо. И сигнал прожектора с символом летучей мыши укажет вам путь. Мы не уверены, что это будет комфортно, но зато как минимум оригинально. Если верить статистике, редкий посетитель Канобу успел дожить до возраста самой первой Кингс Квест. Именитый приключенческий сериал празднует сегодня свою 27-ю годовщину. Ради такого события не грех и заглянуть на огонек в Довентрию. Небось уже и путь-то подзабыли. Вместо того, чтобы любоваться салютом, парадом и дивной погодой, постояльцы Канобу решили выдать на гора несколько любопытных статей. Остановимся на некоторых из них подробнее. Зимсон задумался о линейности и поле вариативности современных игр. Крайзи Скор признал, что богом быть трудно даже виртуальным. А Эл, вопреки Бесогонам, высказал свое умение о романтической комедии «Жених на прокат». Наш спецкор Вухан не успевает писать репортажи с поездок. Недавно вернулся из Англии с материалами по новому драйверу и сейчас вовсю ими занимается. А в ближайшее время смотрите презентацию сетевых режимов для Uncharted 3. У микрофона был Александр Глаголев. До завтра! Субтитры создавал DimaTorzok